В продолжении темы новостроек. Сколько можно сэкономить, вступая в долевое строительство? Об этом мы не только поговорим с гостем программы, руководителем отдела по работе с застройщиками Агентства недвижимости «Сова» Александром Косогоровым. Александр, доброе утро. Доброе утро. Итак, мы решили купить долевку. С чего начнем? Ну, во-первых, начать определиться. Будем мы покупать за наличный расчет, либо ипотека. Соответственно, если у нас наличный расчет, это идеальный вариант. Если все-таки ипотека, то в агентстве недвижимости «Сова» есть у нас ипотечный брокер. Она подберет подходящую программу под ваши запросы, под ваш первоначальный взнос. Все-все-все, распишет полностью, подаст все документы соответствующие. Соберет все документы, подаст их в банк. И когда примут решение, одобрительное решение на покупку квартиры, то наши специалисты уже под эти суммы, под конкретные задачи подбирают к объекту. Начинаем с определения денег. Давайте тогда определимся с районом. С деньгами мы определились, либо за наличный, либо ипотека. Теперь определяемся с районом в Тюмени, где на сегодняшний день можно купить долевку по минимальной цене. По минимальной цене долевку в Тюмени можно взять в отдаленной части города. Такие, как, допустим, мыс, воиновка, лесобаза. На данный момент там самая минимальная цена за квадратный метр в долевом строительстве. Начиная где-то от 39 тысяч за квадратный метр, можно купить в отдаленных частях города. Тогда если сравнивать с самыми дорогими районами, что у нас сегодня с самым дорогим районом? Ну, как всегда, в любом городе, наверное, да, это центр города, исторический центр города. Так как здесь очень мало строят, да, и из-за этого, соответственно, цена высокая за квадратный метр уже изначально, да. Когда уже подходит к этапам строительства уже высоким, да, к окончанию строительства, то там максимальная цена за квадратный метр. Ну, мне кажется, это логично. Сколько? Ну, вот мы давайте, чтобы было понятно для сравнения, да, если в спальном районе долевка 39 тысяч квадратный метр. То в центре начиная где-то от 65 за квадратный метр и выше. Потому что вы получаете не только центр, да, без пробок вы можете добраться до работы, там, и назад добраться. Ну, при случае, что вы в центре работаете. Да, конечно. Ну, общая часть рабочих мест, она все-таки в центре скапливается. Вот. Ну, вы также, получается, по полному спектру услуг, да, вот. И когда, допустим, строится дом, там уже вы получаете и, допустим, закрытую территорию, да, и более просторные квадратные метры, то есть квартиры, однокомнатные квартиры, они уже будут начинаться от 60 квадратных метров, однокомнатные квартиры. Когда, допустим, в отдаленных частях города 60 квадратных метров, это уже двушка или трешка, да. Вы также получаете и охрану, и видеонаблюдение. То есть здесь не просто вы покупаете квадраты, да, вы здесь покупаете полный спектр Вот таких вот весомых услуг, так скажем. То есть, если я вас правильно поняла, у нас в спальных районах невозможно купить хорошее жилье? Нет. С развитой инфраструктурой, чтобы вот все было то, о чем мы сейчас говорили. Купить возможно, но там не будет все равно тех условий, что в центре. Потому что люди не то что сэкономить хотят, а просто хотят купить лучшее соотношение цены и качества. То есть, мы получаем 39 тысяч, допустим, за квадрат и берем там за цену однушки в центре города. Мы возьмем трешку, допустим, не так уж и далеко от центра, где можно, допустим, за 15-20 минут спокойно добраться до центра, до рабочего места, ну и так же назад. То есть, тут уже люди приоритеты выставляют, что им надо. Либо квадратных метров больше, либо удобство добраться до работы. Ну хорошо, с районом определились. Что касается самой застройки, на каком этапе лучше покупать? Выгоднее? Ну, выгоднее, как правило, покупать на начальном этапе строительства, да? Это включает в себя, вот только застройщик, допустим, открыл застройку, там самая минимальная цена за квадратный метр. Без разницы, какой район. Центр, отдаленные части города, всегда минимальная цена. Но там есть и маленькие нюансы. То есть, когда застройщик открывает новую стройку, там только за наличный, допустим, расчет. Из-за этого цена минимальная за квадратный метр. Как только банки кредитовывают эти объекты, то, соответственно, цена уже сразу возрастает, да? И цена начинает расти по мере возрастания дома. А что касается рисков, если брать на начальном этапе долевку, риски наверняка выше? Ну, риски, они есть, они не исключаются, да? Но чтобы вот эти риски минимизировать, вот, допустим, агентство недвижимости СОВА, мы перед тем, как заключаем договор с застройщиком, наши юристы проверяют полностью документацию и все. Как и уставную, так и разрешительную документацию на строительство. Если все нас устраивает, наших юристов устраивает, то мы заключаем договор. То есть, это получается юридически чистая сделка. На сколько-то процентов мы нашего клиента, так скажем, страхуем, что это юридически чистая сделка, да? И клиент уже наш спокоен. То есть, вот как-то так, но риски все равно есть. Это бизнес, не всегда риски будут. Ну, тем и объясняется, что цена меньше. Давайте приведем пример. Если мы берем в спальном районе, да, за 39 тысяч квадратный метр, начальный этап строительства, то потом уже по окончании строительства сколько будет стоить квадратный метр? Ну, спустя сколько? Два года, допустим? Ну, да, где-то полтора-два года. Ну, вот вообще от квадратного метра где-то 50, примерно, процентов она возрастет. То есть, если вы покупаете на минимальный 39, да, то на конечное, когда уже дом будет вводиться в эксплуатацию, уже будет максимальная цена и где-то примерно 60 тысяч за квадрат где-то уже будет. То есть, чуть ли не в два раза? Чуть ли не в два раза, да. Да, это касается не только отдаленных за 39, даже в центре, даже и больше иногда возрастает. Все зависит, опять же, от удобства, да, где расположен дом, от того комфорта, что вы получаете на выходе. Почему возрастает? Потому что, опять же, люди, когда вот начальный этап строительства, они боятся вкладывать, да, А когда уже дом готов и дом заселяется, то уже ничего не страшно. То есть, все построили, все возвели, люди живут. А есть ли ошибки, которые совершают дольщики? Вот то, чего бы не стоило делать? Быть может, какие-то ваши рекомендации для тех, кто хотел бы уступить в долевое строительство? На что особое внимание, быть может, обратить? Особое внимание, думаю, обратить надо, самое главное, при выборе застройщика. То есть, покупать у проверенного застройщика, да. А как это проверить? Просто можно зайти в интернет, посмотреть форумы, почитать о том и другом застройщике. Можно прийти, допустим, вот к нам в агенте недвижимости, у нас за каждым застройщиком, за каждым районом закреплен специалист. Вот. Специалист вам расскажет, что раньше строил этот застройщик. Вовремя ли сдавал, или раньше сдавал он. То есть, вот это тоже, чтобы не сделать ошибок, наш специалист подскажет. Вот. Что еще? Ну, ошибки. Ну, больше, наверное, ошибок нет никаких. Их ошибки могут быть только, допустим, когда люди хотят купить однокомнатную квартиру, да, а вот средств у них хватает двухкомнатной, они берут все равно однокомнатную, да, к примеру. Вот. Лучше взять, я думаю, больше квадратов, вот. И потом, соответственно, и вам комфортнее будет жить, если вы хотите жить, да, дальше в этой квартире. Либо это будет на выходе уже дороже, и вы больше, допустим, там, заработаете, если вы хотите потом продать эту квартиру. Александр, а вот по вашим наблюдениям, чаще всего тюменцы покупают жилье для себя или все-таки на продажу, чтобы выиграть деньги? Чаще все-таки все равно для себя. Потому что где-то 50, даже, наверное, больше 50% сделок проходит по ипотеке, да. А ипотека – это уже, соответственно, 15, там, 20 лет и так далее, и так далее, и так далее. То есть люди уже покупают максимальные квадраты и потом выплачивают ипотеку. Там, если раньше получается закрыть, это очень хорошо. Да, когда вот закрывается ипотека, тогда уже люди продают квартиру, да, покупают еще большие квадраты или дом, допустим. Вот. И, соответственно, берут для себя, для себя, для детей берут. Очень много покупаются квартиры, люди приезжают с севера, да, покупают для своих детей, которые едут в университет учиться, там, и так далее. И так далее, и так далее. То есть где-то, наверное, я даже скажу, процентов 80 покупаются для себя квартиры. А все-таки ипотека или за наличку? За наличку всегда выгоднее. За наличку всегда выгоднее. И выгоднее вам будет, как покупателю, выгоднее будет и застройщику, потому что деньги уже сразу переходят на счет застройщика, да. Это понятно, что выгоднее за наличку. А чаще? Чаще все-таки покупают по ипотеке. Потому что даже вот, что минимальная цена, да, 39 тысяч за квадрат, это мы берем идеальный вариант, да. Это какая-то какая-то большая квартира, да, там, допустим, трехкомнатная или четырехкомнатная. Вот. А если, допустим, брать однокомнатную, то даже уже в отдаленных районах, это за квадрат чуть-чуть выше будет цена. Вот. И, соответственно, ипотека, она помогает, да, вот купить, допустим, там, однокомнатную квартиру, если вы не рассчитываете на трехкомнатную. Александр, спасибо за ваши рекомендации. Спасибо, что это утро вы встретили вместе с нами. По-моему, спасибо.